ждем расскажу пока о том, что нас ждет для тех, кто к нам впервые присоединился у нас курс новости на французском языке каждый день, кроме выходных в 15.00 у нас будет этот цикл будет длиться около 20 минут в зависимости от статьи я выбираю статьи, которые связаны с коронавирусом зачем? потому что мне хочется чтобы включили телевизор сейчас и понимали о чем говорят и говорят сейчас о коронавирусе только но я выбираю какие-то контексты достаточно позитивные сегодня мы говорим о каких-то инициативах солидарности, которые граждане Франции показывают и демонстрируют по отношению, например, к людям которые в престарелых, в домах престарелых находятся или для людей, которые ухаживают например, для больничного персонала здесь очень интересно, как мне кажется мы, в принципе, лексику по коронавирусу берем с вами, но еще какую-то дополнительную вчера у нас была статья о том, как бюджет на питание изменился может быть, он у кого-то вырос у кого-то наоборот он стал меньше поскольку кто-то ходил до этого может быть много в рестораны и поэтому стало немного выгоднее жить когда готовишь сам не факт, что лучше, но... и сегодня наша новая статья откройте ее, пожалуйста, и документ который у вас также, я думаю, что уже есть как всегда, я сначала прочту всю статью достаточно медленно, вы следите потом дам свои комментарии на несколько этапов я это разделила то есть будут этапы, которые касаются именно коронавируса, лексики вы ее уже знаете, если вы предыдущие две новости смотрели то практически вся лексика повторяется лексика по теме вот этой конкретной статьи солидарность, инициативы солидарные и будет лексика статьи то есть как организована именно вот эта вот статья тут у нас интересно, вчера у нас была статья, которая просила, чтобы мы какие-то свои письма отправляли а здесь тоже, в принципе, об этом идет речь только немножко в другом формате мы с вами новые слова выучим и потом будет грамматика опять же, грамматика не вся я вчера хотела дополнить грамматика а потом поняла, что это уже очень много мы будем постепенно с вами брать в принципе, комментарии я читаю ваши вот те комментарии, которые в прямом именно эфире были заданы если они как-то относятся к тому, что я говорю я буду их в следующем выпуске если вы можете так назвать комментировать и давать ответ но мы будем начинать читать медленно а вы слушаете что будет все понятно окей, социетей, coronavirus restает позитившись восемь наишню сurat объясняет си 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 подождь си 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 нади си 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 Подписывайтесь на наш канал. 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 У нас уже 114, я буду внимательнее. Теперь мы с вами берем вокабуляр du virus. Все нашли это? Вокабуляр du virus. Читаю, разбираю. Мы еще повторим с вами, чтобы речевой аппарат у нас немножко поработал. Дома, когда будете сами заниматься, можете записи останавливать и повторять за мной максимально. То есть можно же туда-сюда, там, 10 раз уже практически делать. И пока не добьетесь результата. Потому что с французским языком так. Это у нас речевой аппарат в русском языке по-другому работает. В французском языке нужно прям тренироваться. Mais bon, le vocabulaire du virus. Une initiative solidaire. Инициатива, вот такая солидарная, это значит, когда люди делятся чем-то безвозмездно из чувства солидарности. Масло масляное получилось, но я думаю, что вы все понимаете. Они понимают, что в силах кому-то помочь и безвозмездно что-то начинают делать. Вы когда видите в этой статье, потом перейдете по ссылочке, там вот то, что с голубым цветом, это значит, вы можете пройти и почитать об этой инициативе подробнее. Д'accord? Voilà. Le confinement. Le confinement, заточение карантина. L'apparition du Covid-19. Появление, возникновение Covid-19. Le masque. Все сейчас говорят о масках. Сейчас, если включить еще телевизор, вот буквально, вот прям. Потому что on va porter obligatoirement les masques. То есть нам сказали, что мы должны все обязательно уже носить маски. Нельзя будет выйти, по-моему, с понедельника со следующего без масок. Et voilà. Ensuite, indiguer la propagation du virus. Diguer. D'ambo у нас уже было в прошлом или предыдущем уроке. То есть, получается, приостановить, не дать дальше распространяться. Propagation, вот развитие вируса. Вот что у нас вирус делает? То есть он у нас везде, получается, распространяется. Вот это вот la propagation. Ensuite, le verbe se confine, самому себя заточить. Se confine. Разумеется, никто себя не будет в такие условия ставить, но глагол такой существует, он возвратный. Ensuite, la propagation. То есть, вот это распространение, агрессивное достаточно. Глагол это se propager. И le virus se propage, вирус распространяется. Про хорошую вещь se propager, думаю, что они скажут. L'annonce du confinement, объявление того, что confinement настанет, то есть вот это заточение, с точки зрения власти объявили, что нужно будет всем спрятаться, изолироваться. Ensuite, le flux des annonces gouvernementales. Flux — это поток такой, то есть анонсов было для этих объявлений столько, что их назвали le flux, то есть постоянно новые какие-то gouvernementales, государственные вот эти вот объявления, которые меняли ситуацию. Ensuite, des bilans et des points de situation. Биллион — это итоги, а des points — это какие-то вот как точку ставят на «и». То есть вот на данный момент так. Это тоже какие-то итоги такие небольшие. Le bilan — это более глобальные итоги, а les points — это вот на данный момент так, но скоро это может измениться, и у нас все меняется, в принципе. В данной ситуации нормально. Ensuite, nous applaudissons chaque soir à la balcon. Да, я вам уже говорила, что в 20.00 у нас все выходят на балконы и начинают хлопать, играть на музыкальных инструментах, кричать, кто-то включает музыку, кто-то начинает танцевать. Очень такой радостный момент. А я еще живу в Ницце рядом с портом, то тут еще и много очень яхт и кораблей, и они еще в это время начинают сигнал давать. Это очень громко и очень, ну, ощущение интересное, потому что какое-то такое единение. Если хотите, напишите, могу выйти в 20.00 и вам сделать прямой эфир, может быть, в Фейсбуке. Наверное, в Фейсбуке, если так удобнее. Послушайте, как они нам тут делают шум. Mais bon, ensuite. Les soignants. Les soignants — это глаголы soigni. Люди, которые ухаживают. То есть это все люди, в принципе, которые сейчас работают, ухаживают за больными. Les soignants. Ensuite, des personnels hospitaliers, те люди, которые работают в госпитале, все абсолютно, не только врачи. Ensuite, la solidarité et contagieuse. Solidarité, contagieuse, заразная. То есть кто-то начинает помогать кому-то, и мы тоже начинаем. Prouver la solidarité, доказать свою солидарность. Être porteur et porteur d'espoir fou. Быть носителем каких-то сумасшедших надежд. То есть вот уже как бы надежды нет, ни на что ничего хорошего нет, а какие-то такие инициативы появляются, что луч света в темном царстве, что называется. Давайте все прочтем, вы повторяйте за мной. Прямо даже с le vocabulaire du virus. Красиво артикулируйте, громко вытягивайте слова, вот эти «y», 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 если рот открыть нужно, то открывайте. Давайте. Le vocabulaire du virus. Le vocabulaire du virus. Une initiative solidaire. Une initiative solidaire. Le confinement. Le confinement. L'apparition du COVID-19. L'apparition du COVID-19. Le masque. Le masque. Indiquez la propagation du virus. Indiquez la propagation du virus. Se confiner. Se confiner. La propagation. La propagation. Se propager. Se propager. Le virus. Se propager. Ниа глашат. Же дашь нам боти. Le virus. Se propager. Л'annonce. Du confinement. Л'annonce. Du confinement. Le flux. Des annonces. Gouvernementales. Le flux. Des annonces. Gouvernementales. Des bilans. Et des points de situation. Des bilans. Et des points de situation. Nous applaudissons chaque soir à nos balcons. Nous applaudissons chaque soir à nos balcons. Les soignants. Les soignants. Des personnels hospitaliers. Des personnels hospitaliers. Les soignants. Les soignants. La solidarité. La solidarité est contagieuse. La solidarité est contagieuse. Étre porteuse d'espoir fou. Ensuite, on passe le vocabulaire du sujet. То есть, тот вокабуляр, который, словарный, такой список, который относится именно к этой теме. Reste positif. Reste positif. Изменил. То есть, для мужчины всех, в принципе, если для девушек только показать вам, что у прилагательного, который заканчивается на F, женская форма будет заканчиваться на V. Reste positif. Reste positif. То есть, оставайтесь позитивными. Был вопрос о том, что во французском языке очень видели много английских слов. Да, это действительно так. И вот даже это рассылочное письмо, рассылка. Во французском это вот la newsletter. Послушал специально низких людей, просил друзей произнести. Вот так произносит. Может быть, кто-то, кто хорошо прям английский знает, он скажет по-английскому или по-американскому даже. То есть, с разными немножко. Но вот те, которые, люди, которых я видела, они произнесли «news letter». Ensuite. «Les meilleures initiatives solidaires лучше инициативы солидарности. Но concitoyens, наши сограждане. Ensuite. «Rivaliser d'ingéniosité, de créativité et d'énergie». «Rivaliser» — это соперничать в изобретательности, в креативности, в энергии. То есть, кто больше даст и просто так поделится. Ensuite. «Mettre des moulures au plafond des appartes». Интересное просто сочетание, но не обязательно, что нам пригодится. Ну, то есть, это лепка. Лепку на потолок, как-то оформить. И «appart» — это слово «appartement», но сокращенно они так делают. То есть, людям нечего делать, они уже начинают что-то вылеплять или рисовать себя на потолке. «Moulure» — это как раз «тепеска», «лепка», etc. Ensuite. «Loguer risqué de», plus infinitiv risqué de, там у нас было «de passé» и «aperçu», «пройти незамеченным». «Découvrir de nouvelles d'initiative», «открыть, раскрыть, узнать». Это как в английском «to discover» глагол. Ну, то есть, не просто открыть, как окно открыть, это что-то абстрактное открыть. То есть, мы не знали, видели, для себя открыли что-то новое. Вот это «de nouvelles d'initiative», которых раньше никогда не было. «Risqué de bien» — тут мне наречие «bien» понравилось, потому что «risqué de bien» — здесь «bien» обычно мы переводим как «хорошо». А здесь, значит, «сильно». Вот он прям рисковал. «T'ya bien raison» — ты нехорошо прав, а ты сильно прав, то есть ты очень прав. Посмотрите потом, можете в интернете посмотреть, как это дело в разных контекстах используется. Вы увидите, что он используется еще и как усиление такое, не в значении позитивного чего-то. «Auswit», «l'initiative» — это инициатива, у которой нет завтрашнего дня. То есть, они сделали это сегодня, они не подписались на то, что они будут каждый месяц, например, цветы дарить персоналу. Но вот сегодня они это сделали, но это уже приятно. «Auswit», «quase» — это значит встретить на своем пути, пересечь. То есть, случайно вы кого-то увидели, в данном случае вот эту инициативу, поделитесь с нами. И «возаперофасада» — это слово, которое родилось именно в этой статье, но по контексту понятно. Скорее всего, человек, может быть, выходит или смотрит в окно, или сидит в себя на террасе, и что-то опероит, может быть, какой-то напиток или небольшой перекус перед основным приемом пищи. И он что-то видит, потому что какие у нас сейчас возможности? Мы видим только то, что в окне, мы не гуляем практически. И вот, то есть, «возаперофасад», если вы, пандам, «возаперофасад» что-то заметили, пока вы на балконе или в окно глазеете, тоже нам расскажите об этом. И voilà. Давайте теперь все опять прочтем. Вы повторяйте за мной. Тяните, чтобы это было так, не было пауз, не рубите. «Les meilleures initiatives solidaires, nos concitoyens, nos concitoyens, rivalisés d'ingéniosité, de créativité et d'énergie. Rivalisés d'ingéniosité, de créativité et d'énergie. Меттер des moulures au plafond des аппартов. Меттер des moulures au plafond des аппартов. Рискей 2 плюс infinитив. Рискей 2 плюс infinитив. Дековрир de nouvelles initiatives. Дековрир de nouvelles initiatives. Рискей bien l'initiative sans lendemain. L'initiative sans lendemain. Cruiser une initiative. Cruiser une... Je ne peux pas prononcer. Cruiser une initiative. Voilà, ça me donne pas réfléchir. vos apéros fassades. Vos apéros fassades. Genial. Un peu de vocabulaire de l'article. Немножко vocabulaire, который как раз-таки нам служит, чтобы понять, как вообще эта страничка организована, чтобы вы не терялись. Ну, во-первых, вверху там было уже accueur. Accueur это как прием, reception, то есть homepage, или у нас домашняя страница. Дальше у нас было société, то есть что касается рубрики общества. Вы это знаете. И дальше. En vous inscrivant à cette newsletter. Подписываясь, то есть вы подписываясь на это рассылочное письмо, на рассылку. Rejoindre la communauté, присоединиться к обществу. Rejoindre что-то. У нас а во французском это Rejoindre la communauté. Обращайте внимание. Вообще в французском языке вот прям все нужно учить. Мне говорят, ну как, вот есть какой-то список предлогов, будет ли там а, будет ли потом ду и так далее. Нет, списка такого нет. Это все равно, что в русском языке у нас есть слово, например, давать. И вы знаете, что давать кому-то дальше будет дательный падеж. А, например, писать кому-то о ком-то или о чем-то. То есть будет дательный, а потом о плюс творительный, о, не творительный, а предложенный падеж. То есть вы это, так как вы это слышите с детства, вы понимаете, что кому-то о чем-то, давать кому-то или, например, писать карандашом, что писать чем-то творительный падеж. То есть нет такого списка. Он может быть и есть, но он не функционален, поскольку уж он слишком большим будет. Вы заучиваете. Вот видите слово, глагол значит вы смотрите какое дальше управление, какая дальше связь со следующим словом. Rejoindre плюс что-то. Rejoindre la communauté. А, например, risquer de plus infinitif. Вот прям вот встречаете слово и сразу вы так и учите. Так будет лучше. Ensuite, devenir membre. Здесь хотела обратить внимание на то, что тут нет никакого артикля. Devenir membre, становиться членом. La redaction, redaction, les premiers abonnés, это подписавшиеся, сейчас очень, абоней, абонемо, то есть подписаться на кого-то как фолловеры, мы говорим, даже фолловеры в русском мы даже такое слово подписчики, а некоторые английское слово используют. В французском это будет, в языке это будет абоней. Via l'adresse mail, мне нравится via, то есть средством, посредством чего-то, вот по адресу email, и мы видели с вами уже email, а здесь еще новый вариант l'adresse mail. Мы еще увидим courriel, тоже еще один вариант, то есть постепенно увидим все. Дальше. Faire vivre en temps réel заставить пережить нас, то есть читателей, в реальном времени события. Мы с вами это Faire vivre еще посмотрим чуть-чуть, но пока вот так. Les initiative nur imout via, дословно, инициативы к нам поднимаются через, то есть достигают нас. Видите, тоже в принципе в глаголе достижение есть какой-то такой вот идея того, что что-то набирает высоту. Можете увидеть это еще в других случаях уже больше, лучше запомните. Давайте прочитаем. «Les premiers abonnés, via l'adresse mail, via l'adresse mail, faire vivre en temps réel les événements, faire vivre en temps réel les événements, les initiatives nous remontent via». И «la grammaire les remarques». Здесь дала несколько еще вариантов. У нас было там «tou les midi», это значит «все полудни», то есть «каждый день в полдень». И я вам дала несколько других примеров, где у нас «tou» — это «tou» в первом случае, это мужской род множественное число прилагательное, женский род будет иметь форму «tut», с «s» на конце множественное число, без «s» женский род единственное число. И «tou» — мужской род. То есть, как они читаются? «Tou les midi», «toute les lettres», «toute la journée», «tout le temps». Чтобы вам понять, что такое «tou», «tout», «tout» или «tou» — с «t» на конце, прилагательное или местоимение, если дальше у вас будет артикль, то значит, это будет уже прилагательное. Если это само по себе обособлено, то это будет уже «tus», и вы читаете, во-первых, «s», и, во-вторых, уже будет совершенно другая функция у него, мы тоже это увидим здесь. Дальше. «On n'a pas assez de masques?» — в отрицании артикль неопределенный становится «de», то есть у нас нет «масок». В принципе, в русском языке вы тоже говорите, у меня есть одна «маска», у меня нет «маски», то есть родительный падеж, правильно? В французском языке часто очень родительный падеж, вот такие можно параллели провести, с «de» у нас выражается. Так что у нас нет «масок», уже артикль исчезает, остается только вот это «de». «On n'a pas assez de masques?» Дальше. «Rivalise de» запоминаете. Здесь следующее. «Se, cet dernier jour?» Я это записала только потому, что мне нравится порядок слов, то есть у вас идет сначала, в данном случае это указательное, прилагательное, потом идет числительное, потом идет последние дни, то есть эти семь последних дней. Иногда я просто спрашиваю, где что ставить, прямо запомните это выражение себе, например, «эти пять последних дней я не ем, не хожу в ресторан». Или что-то такое для себя конкретное. Составьте предложение и уже будете запоминать. Дальше. «Ну, vous en disons plus?» Мы вам об этом скажем «plus» больше, потому что это прибавление «эс» читается, и местоимение «en» это об этом, потому что «dir» quelque chose до quelque chose, может быть, сказать что-то о чем-то, о теме. И порядок слов тоже. «Vous en disons plus?» «En» всегда максимально близко к глаголу стоит. Д'accord? «En suite?» «Devenir membre» – никакого артикля. Точно так же, как «je suis professeur» – нет никакого артикля здесь. И становиться кем-то тоже не будет никакого артикля. «En temps rien» – еще раз. Абстрактное понятие, и в реальном времени, вот это «v» мы выражаем предлогом «en» во французском. Следующее. «De nouvelles initiatives». Здесь, обратите внимание, у вас есть предлог «de», не «de», а «de». Это правило вожля, которое звучит следующим образом. Когда у вас, тут я «s» пропустила, «de nombreuse initiative», там «s» на конце тоже. Так вот, когда у вас прилагательное множественное число стоит перед существительным, к которому оно относится, во множественном числе вы можете поставить артикль «le» определенный, если функция такая вам нужна. Или же «de», артикль «de» невозможен в этом случае. Вот такое правило. Оно абсолютно неестественное, его изобрели в XVII веке, если я не ошибаюсь. То есть, сказали так делать, значит делаем. Что хочется сказать, что видела я в журналах различных, что говорят некоторые «de nombreuse initiative», но это неправильно, но не такая грубая ошибка. Но запомните, правило вожля, если прилагательное во множественном числе предшествует существительному, во множественном числе, артикль неопределенный «de» заменяется на «de». Дальше. «Les photos de soignants» — фотографии вот этих людей, которые работают в госпитале, в больницах, за кем-то ухаживают. Обратите внимание, что у нас «les photos de» и дальше идет «des soignants». Но так как у нас есть правило, что «de» плюс «de» или «de» плюс «de la» или «de» плюс «de», то есть предлог «de» и дальше идет какой-то неопределенный артикль, на множественном числе или партитивный артикль, то мы его опускаем, потому что будет некрасиво. «Les photos de des soignants». Потому что мы же, если вы вдруг поставите «les photos de soignants» во множественном числе, получается, что вы или каких-то конкретных людей сфотографировали, «les soignants», или же всех вообще, что невозможно. Вот все в мире или во Франции все «soignants» есть, и мы их сфотографировали. То есть здесь это невозможно. Здесь фотографии каких-то некоторых людей. «Les photos de des soignants». Но так как это не звучит и даже не выглядит красиво, то предпочитают вот в таких случаях «de» плюс «de», «de» плюс «de la», «de» плюс «du» опускать артикль и оставлять только «de». «Les photos de soignants». И «nous aimerions tous prouver». И здесь вы видите, что «s» уже у «tus» произносится, потому что это мы хотели бы все доказать что-то, потому что здесь это уже местоимение. Д'accord? Давайте все повторим. «On n'a pas assez de masques», «on n'a pas assez de masques». «Rivaliser 2», «rivaliser 2», «c'est 7 derniers jours», «c'est 7 derniers jours», «nous vous en disons plus», «nous vous en disons plus», «devenir membre», «devenir membre», «en temps réel», «en temps réel», «de nombreuses initiatives», «de nouvelles initiatives», «les photos de soignants», «les photos de soignants», «nous aimerions tous prouver». И voilà. Давайте сейчас переведу всю статью, вы уже более осознанно на нее смотрите, а потом в конце прочитаю ее еще раз, а вы будете отдыхать и слушать. «On n'a pas assez de masques» «Aque société» — главная страница рубрика «Общество», «coronavirus, c'est-il positif, живу коронавирус, оставайтесь позитивными у себя дома», «не выходите», «рассылка с новыми инициативами «Солидарности» во время карантина, «chec midi» каждый полдень, tous les midis depuis le début du confinement, каждый полдень, то есть все полдень, еще раз, все полуденное время, начиная с начала заточения карантина, 20 минут, это вот эта газета, этот сайт, собирает «les meilleures initiatives», лучшие инициативы «Solidaire», «Солидарности», в своей рассылке, которая называется «Resté positif chez vous». 13 комментариев, 493 портажа людей, которые поделились этим, портажей. «Si vous n'avez pas de terrasse», если у вас нет террасы, «sache», знайте, что рассылка полуденная — это то, что вас приближает le plus больше всего к солнечной ванне на балконе. En France, en France, en France, нет достаточно масок. Mais on a des idées, но у нас есть идеи. Depuis l'apparition du Covid-19, начиная с появления Covid-19, un peu partout en France, немного везде во France, то есть практически везде во France, nos concitoyens, наши согrаждане, rivalisent d'ingéniosité, соревнуются в изобретательности, в креативности, в энергии, чтобы приостановить распространение вируса, émettre des moulures et добавить немножко резкий, но это в абстрактом смысле, то есть красками украсить свои квартиры, в которых мы себя заточили. Это инициативы, которые мы собираем depuis le premier jour с самого первого дня карантина в нашей рассылке. «Voici nos envoies de sept derniers jours». Отправка, то есть послание последних семи дней. Среда, 8 апреля, вторник, 7 апреля и так далее. Lundi, понедельник, dimanche, воскресенье, samedi, суббота, vendredi, пятница, jeudi, четверг. Abonnez-vous, подпишитесь, c'est gratuit, это бесплатно. Et nous vous en disons plus, и мы вам об этом скажем больше. E-mail, envoie, отправить, отправка. En vous inscrivant cette newsletter, подписывайтесь на эту рассылку. Vous rejoigneziez la communauté 20 minutes, vous присоединяйтесь к обществу 20 minutes. Pourquoi je deviens membres 20 minutes? Зачем мне становиться членом 20 minutes? Restez positif chez vous, оставайтесь позитивными у себя дома, rizdina, quelques heures seulement, несколько часов только, après l'annonce du confinement, того, как объявили, что будет заточение. Наша редакция, mobilisez pour vous faire vivre en temps réel, наша редакция, которая собралась, мобилизировалась, чтобы вас, вам позволить проживать в режиме реального времени события, les événements, avez déjà identifié, до этого еще она идентифицировала, то есть вы сделала список многих инициатив, но утопленные в этом потоке анонсов от правительства, различных выводов о ситуации, они рисковали очень сильно пройти незамеченными. И именно так рождена наша рассылка, отправляемая до 50 дата, начиная с этой даты, шаг меди, каждый полдень, так же уверенно, то есть без каких-либо колебаний, как и все аплодируют, хлопают в ладоши каждый вечер на наших балконах. Но лучшее впереди, было только впереди, то есть лучшее нас еще ждало, потому что «Alleur que les commis des bonnes», тогда как первые подписчики были наши близкие и их близкие и так далее, только открывали для себя первые вот эти вот послания, инициативы, начали к нам приходить, начали нас достигать по адресу, имейлу, который мы создали специально, чтобы общаться с вами. И это адрес solution.arobas.vonminutes. И «Alleur que les commis des bonnes» — это как радио, которое распространяет информацию, делитесь, распространяйте. Это именно так, что мы открыли для себя новые инициативы, иногда без завтрашнего дня, например, такие как букеты цветов, которые положили перед госпиталем, или же, например, это проекция фотографий людей, которые заботятся о больных, импровизированные совершенно на стенах одной из резиденций. Они очень часто являются, они иногда являются такими переносчиками какой-то сумасшедшей надежды, например, как инициативы ТЭК во благо тех людей, которые работают в госпитале. Мы продолжим каждый день распространять эти инициативы, рассказывать о них, и мы рассчитываем на вас. Если вы пересечетесь с одной, встретите одну, в ваших, может быть, где-то вы читаете об этом, или когда вы стоите перед окном или смотрите напротив вас, предупредите нас, email, и если наша рассылка вам нравится, поделитесь ей, разделите ее дословно. Мы бы хотели все доказать вам, что солидарность тоже заразна. И вот. И теперь отдыхайте. Я читаю вам это письмо, эту статью, и вы просто слушаете. Надеюсь, что вы не сильно еще встали. Аккуль, социетей, coronavirus, restez positif chez vous. На newsletter avec des initiatives solidaires pendant le confinement. Chaque midi, tous les midis, depuis le début du confinement, 20 minutes regroupent les meilleures initiatives solidaires dans sa newsletter. Restez positif chez vous. Publiez le 23 mars 2020 à 13h33, mise à jour le 8 avril 2020 à 12h06. 13 commentaires, 493 partages. Если вы не имеете ли уйдет, сообщите, что наш newsletter с вечером до недели и все, что больше встают на баночатке. В России, у нас не много масок, но мы у нас есть идея. Под появлением COVID-19, а по тому же в России, наши ценности привозят к инженею, идее, к креативитии, энергии, для динамки, для выпуска и приложения, кастрюля, 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 Это эти инициативы, которые мы объединяем после первого дня дня, у нас в следующих новостях « Резайте позитивы у вас». Вот эти инициативы в последующих последних дней. Мередит 8 августа, мэрди 7 августа, ланди 6 августа, диманже 5 августа, самоди 4 августа, завтра 3 августа, ядра 2 августа. Абоняй-вы, это gratит. И мы вам скажем больше. Майл, эваку. В вас институт на эту новостях, вы rejoините на community 20 минут. Резайте позитивы у вас, и на несколько часов после августа. Наша редакция, мобилизая для вас провести в тени инициативные события, у нас уже идентифика, нояя в институте в институте, в билансах и в планах ситуации, они рискают хорошо, как инициативные события. Это так, что наша новостях, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова